Это программа «Израиль за неделю» в студии Лев Капуль. Каждую субботу я и мои коллеги подводим итоги минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Сто дня выборов в Израиле прошло 10 дней. Политики выясняют отношения между собой, проводят закулисные встречи и делают громкие заявления для прессы. А между тем накопилось немало внутренних и внешних проблем, которые требуют немедленных решений правительства. Это расследование и суд в Гааге, иранская ядерная программа, истечение срока годности закупленных вакцин, кризис с Иорданией, выборы в палестинской автономии. В общем, проблем в стране хватает. Но военно-политический кабинет не созывается, профильные комиссии КНЕСЭТа не работают, правительство парализовано внутренними раздорами. Израиль топчется на месте. За два года четыре предвыборные кампании, которые обошлись государству уже более трех миллиардов долларов. Правительство национального единства, чрезвычайных мер, правительство исцеления, примирения. Политики в очередной раз выдумывают новые красочные эпитеты, чтобы объяснить нам, какое правительство для Израиля самое лучшее. А люди устали от бесконечных обещаний, бессмысленных выборов и пустых слов. Нас не нужно объединять, исцелять или примерять на словах и при помощи политических лозунгов. Пришло время действовать и выводить страну из затяжного политического и экономического кризиса. Израильтяне всего лишь навсего хотят, чтобы у них было нормальное дееспособное правительство. Если же его не удастся сформировать и на этот раз, то уже ближайшим летом страну ждут очередные, внеочередные, пятые по счету выборы. Об этих и других темах сегодня в программе «Израиль за неделю». Политический тупик. Как для формирования коалиции будет перетасована политическая колода на этот раз? Кто в ближайшем будущем возглавит правительство? Постпандемийная эйфория. Как израильтяне провели пасхальную неделю? Удалось ли стране победить коронавирус? И когда начнется долгожданная вакцинация детей? Долгожданная премьера, основанная в России, один из старейших театров Израиля Абима, вновь открывает свои двери. Домой! Автор популярной песни, человек из Тель-Авива и Санкт-Петербурга, музыкант и певец Максим Леонидов скоро в Израиле с новым концертом. 31 марта президент Израиля Роуэн Ривлин получил от главы Центральной избирательной комиссии официальные результаты выборов в КНЕСЭТ 24-го созыва. Согласно заявлению ЦИК, каких-либо существенных отклонений или попыток фальсификации итогов голосования выявлено не было. 5 апреля Роуэн Ривлин начнет межпартийные консультации по формированию правительства с главами всех фракций КНЕСЭТа. Их цель – выбрать кандидата на пост премьер-министра и поручить ему формирование правительства. По завершению консультации президент должен объявить о своем решении. И, возможно, уже 7 апреля Израиль узнает имя человека, который первым попытается сформировать новое правительство. Возможных сценариев дальнейшего развития событий много, а вот реальных шансов на формирование коалиции, увы, не очень. Но, тем не менее, они есть. О результатах выборов мы поговорим прямо сейчас с нами в студии депутат КНЕСЭТа от партии НДИ Евгений Савар. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос. Вы довольны результатами выборов? Знаете, формулировка «довольна» или «нет», я думаю, она не подходит. Скажем так, мы удовлетворены тем, что мы получили, хотя, конечно же, мы рассчитывали получить больше. Но это есть объективные причины. Средний уровень голосования по всей стране ниже. Если вы посмотрите на результаты крупных партий, например, Ликуд потерял 6 мандатов, это 6-я часть, то есть почти 16% своей силы, то мы опустились всего на 14 тысяч голосов. То есть мы, можно сказать, остались при своих, при этом мы видим, что в тех местах, где мы надеялись получить больше голосов, действительно люди просто не вышли голосовать. А Виктор Либерман и партия «Наш Дом Израиля» решили поддержать председателя партии «Ешатит» Яйер Лапида. Скажите, почему? Виктор Либерман до выборов сказал очень четко, что он будет рекомендовать партию, лидера партии, которая получит больше всего мандатов из блока, который надеется на перемены. То есть 4 партии, которые мы хотели создать, это Тиква Хадаша, это «Наш Дом Израиль», это «Ешатит» и даже «Беннета», из них больше всех получил Яйер Лапид. Поэтому мы фактически тем, что мы рекомендуем Яйер Лапида, мы продолжаем обещания, данные нашим избирателям перед выборами. Сегодня политики практически не дают интервью. После выборов прошло 10 дней, и все вот эти закулисные разговоры, о них мы ничего не знаем. Я благодарен, что вы пришли в студию. Расскажите, как и о чем договариваются закулисами между собой представители тех или иных партий? Как происходит этот процесс? Я думаю, интересно будет узнать. Понимаете, образно выражаясь, это как такой, знаете, большой насос, и каждый пытается схватить этот насос и накачать себе собственное эго. Потому что Виктор Либерман сказал очень правильную вещь перед выборами. Он сказал, я не вижу в данной ситуации себя кандидатом на пост премьер-министра для того, чтобы лагерь перемен, тот самый лагерь, куда входит, как я уже сказал, кроме нас, входит Нафтали Беннетт, Гидон Сар, в конце концов, часть партии Лапида. Входят люди, которые хотят изменений, хотят остановить вот этот сумасшедший дом, когда мы четвертый раз или пятый раз, не дай бог, пойдем на выборы. И при этом мы видим сегодня, что все говорят о том, что Нафтали Беннетт ставит фактически ультиматум, имея семь мандатов. И при этом не ценят то, что мы сказали, что имея семь мандатов, мы отказываемся от этого. Ведь мы тоже могли претендовать на этот насос и накачивать себе эго и говорить, а почему Либерман не может... Извините меня, из всех тех людей, которые сегодня могут заменить Нитаньягу, у кого наибольший опыт? Либерман был министром обороны, министром странных дел, был главой канцелярии, премьер-министр, был министром транспорта, министром инфраструктуры, был главой комиссии по иностранным делам обороны, человек, который завтра может вступить в должность премьер-министра. У него нет амбиции быть премьер-министром? Конечно же есть амбиции, но в сложившейся ситуации Либерман принял стратегическое решение, которое он надеялся, и мы надеемся поймут другие игроки этого лагеря перемен. Посмотрите, вместо того, чтобы подливать масло в огонь, подбрасывать эти дрова в этот огонь, мы сказали, мы готовы поддержать перемены. Лапит, Сар, Беннет, включая даже Бенни Ганса, который для меня стал большим удивлением, что люди продолжают за него голосовать после того, как он нарушил все обещания, тем не менее, мы готовы сегодня поддержать эти перемены. Если вы хотите, чтобы у нас было правительство с ультра-ортодоксами, исламистами и радикалами типа Смотричей Бен Гвира, понимаете, человек, который вешает у себя, ну до недавнего времени у него висел плакат Баруха Гольшина, который устроил резню в пещере праотцев, то есть человек, который радикальный взгляд, он хуже, в том числе в отношении репатриантов, чем ультра-ортодоксы, понимаете? Как можно на этих людях строить коалицию? И говорить еще о каком-то возвращении домой. Мы никуда не уходили. Наш дом – это наши принципы и наши взгляды. То, что Нитаниагу каждый раз, знаете, как по течению меняет эти взгляды и врет на каждом слове. Что можно после этого говорить человеку? Как можно доверять этому? Я хочу еще одну вещь сказать здесь тоже. Посмотрите. Русскоязычные, не только русскоязычные ликудники говорят такую вещь. Народ поддержал Нитаниагу. Что значит народ поддержал Нитаниагу? Если народ поддержал Нитаниагу, у него есть большинство. Почему же у него нет 61 в Кнессете? 30 мандатов все равно? Хорошо, 30 мандатов. Это не 61. То есть мы понимаем, что есть большая партия. Если вы соберете мандаты наших партий, у нас будет больше 30 мандатов, у нас будет почти 45 мандатов. То есть нельзя игнорировать то желание людей, которые голосовали за партии, которые хотят перемен в этой стране, включая тот же Кахоль Лаван. Они же не голосовали за Нитаниагу. То есть в этой ситуации нужно посмотреть и понять, что так дальше продолжаться не может. И мы видим, что если сегодня Нитаниагу не будет во главе ликуда, то вполне возможно создать нормальную, дееспособную, вменяемую коалицию, которая не будет опираться на таких радикалов, как Смотрич, Бенгер, Мансур Аббас или, в конце концов, ультра-аталекциальные партии. Вот это то, чего мы хотим. Мне очень жаль, что многие русскоязычные репатрианты по-прежнему верят в те заявления, которые делает премьер-министр. Может быть, они голосовали, благодарили за прививки. Окей, надо сказать спасибо за прививки, но вы голосовали не за прививки, вы голосовали за будущее страны. В конце концов, вы же понимаете, почему мы, если мы пойдем на пятый выбор? Потому что премьер-министр говорит, мне не важно, что сказал избиратель. Мне не важно, мне плевать. Я хочу быть премьер-министром. И если мне для этого надо будет заключать договор с мусульманскими братьями, если меня надо будет вводить в коалицию радикалов, я готов это сделать. Понимаете, что происходит? Но разве с противоположной стороны происходит не то же самое? Как будто люди забыли про идеологию. Сегодня нет лагеря левых и лагеря правых. Даже журналисты, когда освещают события, прям выводят на экран надпись против Бениамена Нитаниэлла и за Бениамена Нитаниэлла. Смотрите, Лёва, я уже... Вся терминология поменялась. Я уже два года не журналист, поэтому я смотрю со своей стороны как политик. Еще раз. Я хочу, чтобы было работоспособное правительство. Я хочу, чтобы это правительство в Израиле решало вопрос. Я, конечно же, хочу, чтобы мы были частью правительства. Но я, видя то, как ведет себя премьер-министр, видя то, как премьер-министр вел себя в отношении Виктора Либермана в прошлом, видя то, как он вел себя в отношении Нафтали Беннета, посмотрите, как он обзывал Гиду Нассара, как он обзывал Нафтали Беннета. И сегодня ему ничего не мешает предложить Гидрону Сау вернуться домой? Это на словах ему не мешает. А завтра стоит ему войти в коалицию, и что? И потом нужно будет выходить из коалиции, потому что Танягу не даст работать нормально? Поймите, есть вещи, которые выше личных интересов. А это обидно? Политики вообще обижаются? А Виктор Либерман обижен или у политиков слово обида в их лексиконе отсутствует? Ничего личного здесь быть не должно. У нас есть факты. Не надо говорить эмоциями. Говорите фактами. Посмотрите, что обещал премьер-министр предыдущие четыре кампании. Посмотрите, что он из этих обещаний выполнил. Вот он рассказывал, пел «Калинку-малинку» на встречах с русскоязычными репатриантами. Он рассказывал, что у него там куча представителей в Ликуде. Сегодня один русскоязычный депутат от Ликуда – это Юлия Дельштейн. Все, больше нет. Плоскова не прошла в Кнессет, а Зев Элькин ушел, потому что сказал, что этот человек ведет себя как диктатор. Это слова Зева Элькина, который ему 12 лет переводил встречи с Путиным и носил в чемодане важные документы. Понимаете? Это же не Евгений Саванни, а Виктор Либерман говорит. Это говорят люди, которые с ним работали. Он разочаровался в Нетаньягу. А как можно не разочароваться, когда мы видим, что есть обещания перед выборами и есть нарушения этих обещаний сразу после выборов? Как после этого можно не разочароваться? Поэтому мы говорим простую вещь. Господин Нетаньягу, у вас есть заслуги перед страной. Большое вам спасибо. Возьмите перерыв, занимайтесь своим судом. Оставьте вашей партии вопрос формирования нормального работоспособного правительства, которое не будет зависеть от ортодоксов, которое не будет зависеть от Мансура Аббаса. В конце концов, если вы считаете, что какие-то партии должны быть в этом правительстве, пожалуйста, пусть согласуйте повестку дня, решите часть вопросов. Экономических, политических, общественных вопросов. И будем тогда действовать. А иначе что это за посыл такой? Придите, я вам дам кресло. Мы же не ради кресла избирались. Мы же избирались ради чего-то, чего мы хотим сделать для наших избирателей. Вот как раз об этом я хочу спросить. 6 апреля КНЕСа 24-го созыва будет переведен к присяге. Если бы вам предложили какой-то министерский пост, чтобы вы выбрали, или, возможно, какую-то важную комиссию. Я вам только что объяснил, что мы не приходим в КНЕСа ради кресел. Виктору Либерману на прошлых выборах предлагали все. Единственное, что мы не давали, мы не давали возможность реализовать те обещания, которые мы дали нашим избирателям. Вот скажите мне, Лёва, как я и как Авиктор Либерман, лидер партии «Ножном Израиль», может реализовать те обещания, данные русскоязычным избирателям, когда в коалиции тон задают Арье Дерри, бывший уголовник, министр внутренних дел, Лицман, который контролирует Минстрой, и Моше Гафни, который контролирует финансовую комиссию. Если премьер-министр делает на них ставку, то как ты после этого ожидаешь, чтобы мы пришли и были твоими партнерами? Ни о каком партнерстве не может быть и речи. Поэтому мы решение приняли. Мы сказали, что мы хотим сменить это правительство, мы хотим сменить эту власть. Будем делать все для того, чтобы это сделать, чтобы в ближайшее время мы действительно смогли создать правительство и отправить, по крайней мере, на заслуженный отдых премьер-министра Нитаниану. Депутат КНЕСТа от партии НДИ Евгений Сава, спасибо, что нашли время для того, чтобы принять участие в нашей программе, и удачи. Спасибо вам. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Пока противники Бенемил Нитаниану не могут договориться между собой, он практически договорился с главой партии Раам Мансуром Аббасом, который, согласно сделанному им на днях заявлению, может рекомендовать на консультациях президентам на следующей неделе, чтобы именно Бенемил Нитаниану получил мандат на формирование правительства. Во время своего выступления арабский политик говорил о сосуществовании двух народов на земле Израиля и его стремлении внести изменения в жизнь арабского сектора, израильского населения. Все политологи практически сходятся во мнении, что Аббас готов поддержать правительство правого толка под руководством Бенемил Нитаниану. Прямо сейчас с нами в студии адвокат-советник премьер-министра и член Центра партии Ликут Ариэль Бульштейн. Ариэль, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу себе представить, что в последние дни вы слышите кучу разной критики. Как бы вы прокомментировали то, что произошло? Прежде всего, само выступление Мансура Аббаса. И скажите, оно действительно грозит Израилю, вот этот вот возможный союз грозит Израилю какими-то опасностями? Во-первых, при жизни в стране, в которой есть такое значительное арабское меньшинство, порядка 20%, даже чуть больше, нужно пытаться выстроить будущие отношения с ним. Эти отношения могут быть построены только на одной базе. На том, что это меньшинство признает факт существования еврейского государства, не пытается превратить это государство в двунациональное государство или в арабское. Если признается факт существования еврейского государства, то понятно, что можно продвигаться вперед по отношению к интеграции этого меньшинства во все жизни израильского, во все жизни и во все аспекты жизни израильского общества. Поэтому в данном случае это, безусловно, позитивный фактор. А он признает Мансура Аббаса? Это как раз то самое «но», о котором я хотел сказать. Его выступление было значительным шагом вперед. Мы не услышали там традиционных ноток, которые требуют прекратить существование еврейского государства, которые ставят на передний план солидарность с палестинской администрацией. Нет. Там речь шла о том, чтобы прекратить насилие в арабском секторе, решить какие-то экономические проблемы арабского сектора. Это прекрасно. Нужно, чтобы Аббас сделал еще один шаг вперед. А именно, если он признает, что государство продолжит быть еврейским, и у него не будет никаких аспираций и поползновений прекратить существование еврейского государства, тогда можно говорить о серьезном продвижении. Пока все-таки этого и еще не было, и поэтому, повторяю, это правильный шаг, но пока недостаточный. Скажите, как сегодня чувствует себя Бенемин Даниял? Вот элементарно какое у него настроение и насколько эффектно и успешно проходят его переговоры с представителями различных партий? Ну, не секрет, что понятно, что премьер-министр рассчитывал бы на более успешный результат правого лагеря. Если бы у его сторонников было бы больше 60 депутатских мандатов в Кнессете, то формирование правительства было бы значительно более простой задачей. Вместе с этим я хочу напомнить, что у правого лагеря, включая тех, кто персонально поссорился с премьер-министром, есть минимум 65 депутатских мандатов. Поэтому в идеальном варианте, и мне кажется, пришло время говорить про этот вариант без всякой связи с присоединением или не присоединением Мансура Аббаса. Есть 65 депутатов, которые придерживаются идеологической позиции правого лагеря. Естественно, я добавляю к сторонникам премьер-министра и фракцию Нафтали Беннета, Ямина, и фракцию Гидона Саара. Пришло время им оставить свои какие-то личные поползновения, личные претензии в стороне, подумать про страну и начать говорить с Ликудом и с премьер-министром, в частности, о построении правой коалиции. Это был бы, на мой взгляд, идеальный вариант. Вы знаете, я читал несколько прогнозов, согласно которым Бенемин Нетаньяо может в самый последний момент вообще заявить о том, что он собирается быть будущим президентом Израиля. Как вы думаете, насколько этот сценарий реален? И это благо было бы для Израиля или нет? Ведь его так любят во всем мире. Дело в том, что он получил на последних выборах намного больше голосов Ликуд, партия, которую он возглавляет, чем любая другая израильская партия. Это означает, что избиратель хотел бы видеть его дальше, работающим на посту премьер-министра. Вместе с тем, Ариэль, я читал, что в городах, которые традиционно голосуют за Ликуд, в среднем было отмечено где-то на 6-8 процентов люди проголосовали хуже, чем в предыдущий раз. Это довольно легко объяснимо. Во-первых, по всей стране был меньше процент голосующих зафиксирован. Он был практически во всех израильских городах. Но, кроме того, не забывайте о том, что и премьер-министр сам призывал поддержать другие маленькие партии правого лагеря, которые в другом случае, если бы их не поддержали, в том числе Ликудники, могли бы не пройти электоральный барьер. Поэтому я все-таки предпочитаю суммировать голоса правого лагеря. В прошлый раз так называемый лагерь, поддерживающий Нитаньяо, получил 58 депутатских мандатов, в этот раз 59. Это означает, что получили больше, чем в прошлый раз. И еще раз повторяю, все-таки голоса Гедуна Сара это голоса правого лагеря. И поэтому вот эта вот политика, в которой он, в первую очередь он, накладывает личный бойкот на премьер-министра и говорит, я с ним не вступаю в коалицию, но это, выражаясь непарламентским языком, это все-таки детский сад. Пришло время стать более ответственным и присоединиться к правой коалиции. По-моему, я даже видел в одном из эфиров израильских телеканалов, он подписал документ, в котором он задекларировал, что он не сядет с премьер-министром в будущую коалицию. Но многие говорят, что он обижен. Он, безусловно, обижен. Так же, как лидер партии НДЕ Виктор Либерман. Совершенно верно. А обида – это же вещь личная. Да, и его тяжело через это переступить. Но мне кажется, что… Обижены, потому что, видимо… Я тоже готов предположить, что справедливо кто-то из них обижен. Наверное, премьер-министр должен был, вместо того, чтобы того же Гидона Сара немножко отодвигать, наоборот, обнять, дать ему соответствующий пост важный. И мне кажется, это было неправильно, тот факт, что его оставили в стороне. Но не забывайте все-таки, мы же подчеркнули, Илья, по крайней мере, подчеркнул, это не детский сад. Надо думать о стране в первую очередь, а во вторую – о своих персональных личных обидах. Наверняка в политике люди наступают друг к другу на больные мозоли. Иногда относятся, может быть, не с тем политесом, который мы хотели бы ожидать. Это бывает. Это бывает и во всех аспектах жизни, во всех областях жизнедеятельности. Тут все-таки люди находятся, мне хочется так верить, люди находятся в политической сфере не для того, чтобы только личные свои устремления реализовывать и обиды помнить и тянуть с собой всю жизнь. Нет. Я надеюсь, что они находятся там для того, чтобы думать о благе страны. Благо страны обязывает сейчас составить быстро устойчивую правительственную коалицию, которая могла бы наконец-то после этой чехарды четырех выборов вывести нашу страну снова на путь стабильности. И для этого, особенно учитывая, что все ведь понимают, нету идеологических разногласий между правыми партиями, между Гиданом Сааром и премьер-министром Беремином Таньяу, нету, даже если я найду очень большое увеличительное стекло и посмотрю через него, я не найду ни йоты разногласий в мировоззрении, в подходах каких-то на проблемы Израиля. Ну, поэтому премьер-министр предложил ему вернуться домой вместе с Нафтали Беннетом. И мне кажется, это было бы правильным. Это было бы правильным. Он, безусловно, волен и Гидан Саара, Нафтали Беннет определяет дальше, как им строить свою политическую карьеру. Но на этом этапе более важно вступить в ту коалицию, в которой они будут чувствовать себя вольготно, потому что она будет неимоверна, гомогенна. Там не будет ситуации, которая у нас была в предыдущем правительстве, так называемого национального единства, где национально это было, а вот единства не было, наверное, ни одной минуты существования этого правительства. А в той коалиции, которая будет основана на четких правых позициях, будет единство. И там, мне кажется, лежит ключик к тому, чтобы наша страна следующие четыре года провела так, как она должна проводить. Работала, работала, создавая экономику, работая на безопасность. У нас будут непростые времена в международной ситуации, потому что нынешняя американская администрация далеко не так хорошо относится и будет относиться к Израилю, как администрация Дональда Трампа, разумеется. На нас будет давление международное, в том числе, которое Байден будет инициировать. И поэтому в этой ситуации, чтобы выдержать, чтобы нас не заставили, или не пытались даже заставить отступить, отдать какие-то территории и так далее, в этом вопросе важно существование правой коалиции, которая будет демонстрировать единую позицию. Здесь еще вопрос напрашивается, касающийся внешней политики. Как вы думаете, отношения между Нитанияу и Байденом, как они сложатся? И вот на данном этапе что можно сказать? Они прохладные, как были с Обамой? Первые попытки администрации Байдена наметить свою будущую ближневосточную политику навевают неприятные мысли. Я сразу скажу это. Те шаги, которые мы уже наблюдаем, это некий возврат, откат от многого хорошего, что Дональд Трамп сделал. Не все, у него не получится. Он, наверное, и не хочет все отменить, да у него и не получится. Например, такие важные достижения, как признание Иерусалима, израильской столицы, перенос туда американского посольства, признание голландских высот. Вот эти вещи, наверное, он не сможет отыграть обратно. Но многое другое хорошее, что было достигнуто совместно премьер-министром Нитаньяу Додальдом Трампом, к сожалению, находятся под опасностью. Например, на этой неделе мы снова слышим о том, что Байден собирается возобновить финансирование палестинской автономии, собирается снова закрывать глаза на то, что палестинцы финансируют террор фактически, финансируют зарплаты террористам. Но ведь он собирается и возобновить соглашение с Ираном при посредничестве европейских стран. Это еще одна неприятная очень тенденция. И не потому, что Израиль против соглашения, он против плохого соглашения, того соглашения, которое подписал Обама, и которое позволило Ирану продвигаться дальше, делать все больше шагов в сторону достижения ядерного оружия. А этого результата Израиль не имеет права допустить. И поэтому в ситуации, когда вот такие опасные движения происходят со стороны Вашингтона, понятно, что израильская оппозиция должна быть неимоверно стойкой, которая не позволит давить на нашу страну и заставить нас отказаться от того, что является нашими жизненными интересами. И это вновь, вновь обязывает всех политиков правого лагеря отложить в сторону любые соображения, кроме одного, то, что в нашей стране сегодня требуется правое правительство. И напоследок вопрос, если можно ответить коротко. Вы верите в то, что через несколько дней президент поручит Бенемину Нитанияу формировать новое правительство? Я думаю, что он действительно поручит Бенемину Нитанияу, что больше будет депутатов Кнессета, которые порекомендуют Нитанияу. Но тут важно не кто будет первым пытаться, важно у кого получится. Я очень надеюсь, что на благо нашей страны будет правое правительство. Ариэль Буштейн, адвокат, советник премьер-министра Израиля Бенемина Нитанияу. Я благодарю вас за ваш комментарий и спасибо за участие в нашей программе. Спасибо и хорошей неделе всем зрителям. Это программа «Израиль за неделю». Пасхальную неделю в этом году многие израильтяне провели на природе, поскольку полеты в период праздника Песах были внезапно отменены. Сотням тысяч людей, которые в итоге не смогли вылететь за границу, пришлось довольствоваться предложениями отдыха внутри страны. И, надо сказать, таковых предложений было немало. От юга и до севера. Праздничное настроение отдыхающим не испортили даже многочасовые пробки. Люди гуляли с семьями, рестораны и кафе израильских городов были переполнены, и в целом в воздухе витала некая атмосфера победы над злосчастной пандемией. Многие даже сняли маски, хотя официальный указ Министерства здравоохранения о ношении масок еще в силе. Израиль – мировой лидер по вакцинации от коронавируса. Привиты уже более пяти миллионов человек. Однако для достижения коллективного иммунитета необходимо привить детей и подростков. И буквально на этой неделе фармацевтический концерн Pfizer объявил о том, что вакцина против коронавируса разработана специалистами компании, и она эффективна и безопасна, в том числе и для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Когда их начнут вакцинировать в Израиле, мы узнаем прямо сейчас у нас в студии ведущий специалист в области заболеваний иммунной системы, заведующий отделением педиатрии медицинского центра Адаса на горе Скопус в Иерусалиме, профессор Яков Беркун. Яков, здравствуйте. Добрый вечер. Не секрет, что многие родители вообще не делают прививок своим детям даже от каких-то менее опасных заболеваний. Скажите, как отец пятерых детей и дедушка семерых внуков, вы не опасаетесь делать вакцинацию детям? Я готов вакцину проверенную, исследуемую, и сейчас кончился первый шаг, еще нету всех результатов, мы ждем окончательных результатов, мы ждем научной публикации, мы слышали о необыкновенной эффективности этой вакцины, и все должно быть проверено, получить разрешение, фирма должна подать документы на разрешение. Это будет проверено крупными специалистами в этой области. И после того, как пройдут все эти процедуры, и действительно мы убедимся в эффективности и в безопасности, конечно. Скажите, а вот та эйфория, которая сегодня существует в нашем обществе, люди даже сняли маски, на ваш взгляд она оправдана? Мы ведь еще не достигли всеобщего иммунитета, возможно расслабляться рано? Ну, конечно, достигнуты потрясающие успехи. Люди с факторами риска, пожилые люди, подавляющим большинство привиты, и в принципе на сегодняшний день им не угрожает этот вирус. Даже если они заразятся, они действительно могут заразиться, они будут болеть, те, кто будут болеть, в легкой форме. Но мы не живем на необитаемом острове, вокруг нас еще много стран, мы слышим, как в Европе, слышим, что творится в Бразилии, там продолжает бушевать эта пандемия, и мы должны помнить, что чем больше больных, тем больше вирус размножается, он постоянно меняется, появляются новые штаммы, и на каком-то этапе, возможно, появится какой-то штамм, который будет устойчив против вакцинации, то есть вакцинация будет неэффективна. На сегодняшний день все, что проверялось, практически все штаммы, они более тяжелые, более заразные, но вакцина на сегодняшний день эффективна. И если то, что происходит у нас, пройдет во всем мире, можно будет считать, что эпидемия закончена, на сегодняшний день еще, к сожалению, это не произошло. Скажите, вот относительно людей, которые не стали прививаться, сомневались, боялись, сегодня практически 80% населения привиты. Что вы можете сказать антипрививочникам? Им стоит сделать прививку или же они могут уже не беспокоиться? Ну, антипрививочники видят результаты эффективной кампании вакцинации. Я с самого начала был против какой-то обязательной вакцинации. Я думаю, что те люди, которые убеждены и не хотят прививаться, это их личное решение, поскольку таких людей это незначительный номер. И я думаю, что я призываю к здравому уму. Это моя специальность. Еще все специалисты, все говорят одно и то же. Я не понимаю, почему люди, когда они болеют, они приходят к нам лечиться. А когда мы рекомендуем делать прививки, они почему-то сопротивляются и не хотят. Но это, опять же, это личное дело каждого индивидуума. И я считаю, что у нас демократия, у нас люди могут выбирать. У каждого человека есть свой выбор. Яков, вы заведуете отделением педиатрии. Скажите, а каков был этот год для вашей больницы? Чем болели дети? Все сезонные заболевания, которые характерны для данного сезонного периода, они были такие же, как в прошлом году, или ситуация была иная? Ситуация абсолютно в корне изменилась. Ну, во-первых, конечно, наша работа изменилась. Все, и преподавание, и работа, мы предпринимали все меры, чтобы не заразиться, не заразить людей. А кроме того, конечно, в начале каждой волны было значительное уменьшение обращения в приемный покой. Люди просто боялись приходить в больницу. И поэтому иногда к нам поступали больные в запущенном состоянии, которые должны были прийти намного раньше. Во-вторых, как вы правильно отметили, обычные заболевания, которые такие, как, в принципе, зимой мы видим. У нас все отделение заполнено больным гриппом, бронхиолитом. Это тоже виральное заболевание у маленьких детей. Мы всего этого не видели. То есть меры, которые предприняли против распространения вируса короны, они эффективны также против распространения других вирусов. Но вот сейчас, кстати, мы видим мое отделение. Обычно в конце марта, в начале апреля у нас значительный спад госпитализированных. Потому что у нас практически нет детей с такими сезонными зимними заболеваниями. А сейчас у меня отделение полное. Очень много детей с бронхитами, с воспалениями легких, с тяжелыми виральными заболеваниями. То есть это тоже какой-то признак того, что все открывается. Люди вернулись в сады, вернулись в школы. И, как видно, ослабили все меры предосторожности. И другие вирусы распространяются. Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что в Израиле появился свой штамм коронавируса. Люди очень испугались. Но вскоре журналисты успокоили население. Написали, что он не опасен. Что мы знаем о этом новом штамме? Во-первых, все должны знать. Как я сказал, вирус, когда он размножается, когда люди переносят один от другого, вирус постоянно меняется. И крохотные изменения происходят постоянно. Когда происходит несколько изменений, то появляется новый штамм. Я не думаю вообще, что об этом стоит говорить и стоит столько обсуждать. Потому что никакого значения, в принципе, нет. Это штамм один, два, три. Самое главное, вызывает ли он какое-то другое заболевание. И, в принципе, особо другого заболевания они все эти штаммы не вызывают. Ну, некоторые немножко тяжелее воспаления, некоторые немного легче, некоторые более заразные. Самое главное, насколько эффективны ли меры, которые мы предпринимаем, такие как маски, руки, и, самое главное, вакцина, эффективна ли она против этих штаммов. То же самое с этим штаммом. Он не более заразен. Факт, что он уже существует несколько месяцев, и на сегодняшний день почти все штаммы, которые существуют в Израиле, это британский штамм, который более заразен. А этот практически не распространился. И было обнаружено всего 180 человек, которые заразились этим штаммом. Эти штаммы будут появляться постоянно на сегодняшний день где-то за границей, не в Израиле, поскольку у нас заболеваемость снижается. И дай Бог, чтобы мы так продолжили и дальше. Насколько мне известно, работы над производством израильской вакцины были прекращены. Возможно, потому что темпы заболеваемости резко снизились. На Ваш взгляд, нашей стране нужна своя вакцина? Намного тяжелее сейчас будет провести вот эту третью. В принципе, они делают сейчас третью фазу. Третью, последнюю фазу исследования, которая проверяет эффективность. Для того, чтобы быстро закончить эту фазу, нужно, естественно, много людей, людей, которые принимают участие в этом опыте. А поскольку почти 90% людей уже вакцинировались с определенного возраста, то, естественно, меньше осталось людей-кандидатов для принимания участия в этом опыте. Кроме того, нужна какая-то заболеваемость. Должно быть много людей, заболевших, чтобы можно было сравнить. И, насколько я знаю, сейчас пытаются провести клинические опыта или начали уже проводить за границей. Если это произойдет, я думаю, очень важно, чтобы у нас была своя вакцина. Поскольку, как видно, мы с этим вирусом должны еще жить какой-то длительный срок. И очень важно, чтобы у нас была своя, чтобы мы не зависели от каких-то фирм и от других стран. Если нам жить с этим вирусом еще долгие годы, следовательно, те люди, которые до сих пор не привились в какой-то момент времени, они могут заразиться. Так ли это? Да, я уверен. Я уверен, что люди, которые не привились, они на каком-то этапе или привьются, или заразятся. Что бы вы могли посоветовать тем родителям, которые сегодня боятся вакцинации своих детей? Во-первых, я понимаю опасения родителей. Я тоже опасаюсь за своих детей и, конечно, за тех детей, которых я лечу. Но надо смотреть на глобальную картину. То есть, во-первых, несмотря на то, что дети болеют, они намного легче. И часть из них бессимптомна. Но во время последней волны было немало детей, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии, в том числе в отделениях реанимации. Большинство этих детей были с какими-то фоновыми заболеваниями. Но там же надо знать, что были и здоровые дети тоже. Кроме того, вторая точка – это дети, которые перенесли воспаление практически бессимптомно или с очень легкими симптомами, потом развивают какое-то осложнение, воспалительный синдром. В нашу больницу, у нас небольшая больница, поступило уже 17 таких детей. Вот именно в возрасте, о котором сейчас идет речь, от 12 до 16 лет. В нашей больнице было таких, и во всех больницах практически. То есть, десятки, несколько сотен детей в Израиле были с этим тяжелейшим воспалительным синдромом, который вызывает воспаление мышцы сердца, воспаление кишечника. А кроме того, мы об этом меньше говорим, но мы все понимаем, что дети не ходят в школу, у них есть социальные проблемы, психологические проблемы. Вы знаете, вот мы говорили о том, что уже изменилось, у нас поступило много детей с какими-то болевыми синдромами, с какими-то психосоматическими заболеваниями. Это очень важно. Кроме того, дети не только общаются один с другим, а кроме того, они постоянно себя тут вызывают изменения зрения, миопию. И все это последствия, которые можно предотвратить при помощи вакцины. Поэтому я думаю, что когда надо смотреть на картину глобально, это не какой-то там вирус теоретический, который один на миллион заболевает. Нет, это есть реальная возможность заболеть им. Вакцина проверенная, мы ей пользуемся уже больше года. Мы не видели каких-то осложнений, которые появляются намного позже. Поэтому я считаю, что можно спокойно прививаться и без страха. Но давайте подождем результаты всех исследований, разрешений, чтобы специалисты проверили все это. И после этого продолжим нашу речь об этом. Я знаю, что вы активный сторонник вакцинации и призываете людей поменьше читать фейсбушные страшилки. И прислушиваться к специалистам, таким как вы. Естественно, когда у меня ломается машина или какой-то электрический прибор, я вызываю специалиста. Я не смотрю в фейсбуке, что там пишут другие люди. Когда заболевает человек, он обращается к врачу, выбирает специалиста. То есть люди, которые не доверяют определённым, пойдите к другому специалисту, но именно к человеку, профессионалу, который занимается этим вопросом, и посоветуйтесь с ним. В каждом индивидуальном случае, то есть не может быть какой-то глобальной рекомендации. В принципе, то, о чём мы говорим, это для всех людей. Но если у человека есть какое-то заболевание, посоветуйтесь, посоветуйтесь с лечащим врачом, посоветуйтесь с иммунологом. И, в принципе, тут ответы всех профессионалов, они абсолютно однозначны. Профессор Яков Беркун, я благодарю вас за участие в нашей программе и за ваш комментарий. Большое спасибо. Всем здоровья и хорошей недели. Спасибо. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». После снятия карантинных ограничений культурная жизнь в стране возрождается. Свои весенние премьеры анонсируют театры по всему Израилю. Среди них и легендарный театр «Абима», что в переводе с иврита означает «сцена». В создании этого театра принимали участие «Великие», «Станиславский» и «Вахтангов». С нами в студии прямо сейчас генеральный директор театра «Абима» Ноам Семель. Ноам, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Я впервые даю интервью русскоязычному телеканалу, так что для меня это очень волнительно и радостно одновременно. Сразу хочу отметить, что мы сейчас с вами наблюдаем так называемый период обновления, или, точнее сказать, восстановления. Дело в том, что в это воскресенье я вновь открываю для зрителей наш театр, Национальный театр «Габима». Я очень хорошо помню, как закрывал театр 14 марта 2020 года, сразу по завершении последнего спектакля «Мамма миа». Премьер-министр Нитани Ягу тогда объявил локдаун, и поскольку спектакль окончился в 23.00, все успели разойтись до официального начала карантина. В этот вечер мы играли еще несколько спектаклей, и я впервые применил так называемую капсульную систему, когда зрители освобождают помещение, не все вместе, а группами по нескольку человек. Таким образом, мы дождались окончания всех спектаклей, и я закрыл здание театра. Как оказалось, ровно на один год и две недели. В воскресенье я его открою, и зрители смогут увидеть израильскую постановку «Испанский сад» по Ицхаку Навону. А с понедельника зрители смогут увидеть и все остальные спектакли, классические постановки, музыкальные, израильские пьесы и абсолютно новые произведения, которые были созданы во время коронавирусной пандемии. Расскажите, что вы чувствуете сегодня в преддверии премьеры, и как чувствуют себя актеры, с каким настроением они будут играть первый спектакль после такого долгого перерыва? Все актеры в Израиле, не только театра Габима, а всех театров страны, да и не только театров, артисты всех жанров, чувствуют невероятный душевный подъем и огромное желание поскорее выступить перед публикой. Ведь и речь идет об артистах-актерах, для которых зрительская реакция единственная возможность получить обратную связь, по которой они смогут судить о результатах своей работы. Хотя, конечно же, это не только актеры, это и певцы, и музыканты, и танцоры, и режиссеры, для которых реакция зрителей важна не меньше. Во время вынужденного творческого простоя мы всячески пытались поддерживать наших артистов и придумывали различные онлайн-проекты. Например, мы сняли 250 различных видео, в которых один актер давал интервью другому, другой интервью реактивировал режиссера, режиссер брал интервью у писателя, писатель общался с драматургом, драматург выяснял секреты мастерства у композитора, и эту цепочку можно продолжать еще долго. Все это мы транслировали в наших аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, мы записали четыре новые оригинальные песни, чтобы поддержать наших зрителей, ведь все сидели дома, и мы чувствовали, что таким образом мы можем помочь друг другу преодолеть этот период. Справедливости ради нужно сказать, что все театры, все творческие институции Израиля не останавливались ни на минуту. Даже во время самого строгого карантина нам разрешали проводить капсульные репетиции для небольших групп актеров. В общем, нам пришлось находить творческие решения при совершенно нетворческих обстоятельствах. За это время мы поставили семь абсолютно новых спектаклей и сняли их в качестве телеверсии. Но что я хотел бы вам сказать, как директор Национального театра Габима? Я общаюсь сейчас с вами в эфире русскоязычного канала и очень волнуюсь, поскольку Габима была основана в Москве в 1917-18-х годах группой артистов под руководством режиссера Нахума Цемаха, а первые спектакли были поставлены Вахтанговым, Станиславским и другими великими режиссерами. Нас смотрят узкоязычные телезрители во всем мире, и, возможно, не все знают, что история создания театра Габима связана с Россией. К основанию театра имели отношения Станиславский и Вахтангов. И я даже читал, что сам Иосиф Сталин выдал официальную резолюцию и сказал театру быть. Сталин тогда был наркомом по делам национальности. К нему тогда обратились и сказали, что евреи также заслуживают культурную жизнь на своем языке, как, например, украинцы и другие народы СССР. И Сталин подписал специальный указ. Этот документ до сих пор хранится в архиве нашего театра в Тель-Авиве. На документе стоит подпись «Йосиф Сталин, нарком по делам национальности». Так что именно Сталин дал зеленый свет на создание первого в мире профессионального еврейского национального театра. первыми постановками нового театра стали «Вечный жид», «Дибук» и многие другие замечательные произведения, которые были переведены на еврит самыми известными еврейскими писателями и поэтами. Например, Леей Гольдберг или Бяликом, который перевел «Гамлета». То есть, самые великие еврейские писатели, выходцы из России, которые знали еврит, создавали прекрасные переводы для театральных постановок. На тот момент на еврит не было переведено практически ничего. Ни Кавки, ни Гоголя, ни Чехова, ни Достоевского, ни Пастернака. Не было ничего. И все это произошло в России. И когда в 1926 году произошел кризис во Всемирном сионистском конгрессе, я об этом недавно рассказывал премьер-министру Нетаньягу, тогда перед театром Габима стоял непростой вызов сыграть 1850 спектаклей на еврите в городах по всему миру. От Москвы до Нью-Йорка. Каждый вечер в другом городе. И на самом деле именно Габима подняла сионистское движение по всей Европе и США. Ведь все было в новинку. И еврейский театр, и еврит, и сам сионизм. В 1934 году, после Хрустальной ночи, когда евреи в Берлине уже ходили с желтыми звездами, Габиму приглашают на гастроли с постановками «Вечный жид» и «Дибуг» в Берлин. И театр принимает это приглашение. И кто дает им разрешение на въезд? Смотрите, как интересно замыкается круг. Геббельс, тот самый Геббельс, министр пропаганды нацистской Германии, дает разрешение еврейскому театру Габима на гастроли в Берлине, несмотря на то, что евреям уже запрещено въезжать и выезжать оттуда. В то время, как артисты театра садятся в поезд в Вене, министр обороны Геринг понимает, что эти артисты евреи, и собираются выступать в Берлине. Геринг запрещает им въезд, несмотря на разрешение Геббельса, который, в свою очередь, хотел подтолкнуть берлинских евреев к эмиграции в Палестину. В общем, поезд остановили, и театр Габима так и не доехал до Берлина. Артисты театра были крайне разочарованы, поскольку, несмотря на ощущения надвигающейся катастрофы, желание выступить перед еврейской общиной столицы Германии было огромным. Конечно, уничтожение евреев еще не началось, но уже появились желтые звезды, гетто, трансферы, но Габима продолжает выступать в европейских городах, и я, как директор Габимы, однозначно ощущаю на себе всю историю и ответственность за будущее театра. Скажите, Ноом, а сегодня ощущаются вот эти русские корни в репертуаре театра Габима? Да, конечно. Когда полтора года назад я вступил в должность, мы вместе с художественным руководителем театра Моша Кептелем решили, что Габима будет продолжать позиционировать себя в основном как израильский еврейский театр. Но для меня, конечно же, культура России и Украины и других территорий бывшего СССР очень и очень близка. Например, сейчас мы ставим спектакль по мотивам произведения Шолома Лехева, действие которого происходит в Польше. Это тоже восточная Европа. У нас есть спектакль «Три сестры Чехова», который мы повезем в Москву в июле этого года. Буквально завтра я подписываю контракт в Зуме о том, что Габима в сотрудничестве с израильским камерным театром выступят с этим спектаклем перед московской аудиторией. Примечательно, что в нашей постановке задействованы достаточно возрастные актрисы. 92-летняя Лея Келлинг, 82-летняя Гилла Алмагор и Евгения Додина, которая родом из Москвы. Эти три актрисы и есть три сестры из произведения, которые в России знает каждый. Тем не менее, русское влияние однозначно присутствует не только в самих постановках, но и в атмосфере театра, его здания и даже в реквизите. Даже само слово «реквизит» русское, потому что на английском языке оно звучит как «пропс». А как насчет русской театральной школы? Режиссер театра «Абима» и сегодня говорит актерам, верю или не верю? Школа Станиславского существует. Нет ни одного актера в Израиле, не только в Габине, который бы не знал и не изучал систему Станиславского. Это действительно очень сильная система. Даже все американские голливудские актеры знают и очень уважают как самого Станиславского, так и его систему. Так что это, конечно же, существует. Разумеется, есть и разные другие системы. Британские, восточноевропейские, американские и многие другие. Но в конечном итоге все зависит от таланта артиста и от его голосовых возможностей, конечно. Однажды британский режиссер Майкл Альфредс приехал в Израиль после шестидневной войны на постановку какого-то нового спектакля. Его спросили, кто такой режиссер. Он ответил, что режиссер это тот, кто может превратить хороший текст в спектакль. Нет хорошего текста? Нет спектакля. Если нет Достоевского, нет Гоголя, нет Ханоха Левина, тогда нет и театра. И я не вижу сегодня большой разницы между театрами Израиля и России. Конечно, многое зависит и от артистов, и от режиссеров. Я часто бывал и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и вижу, насколько мы близки по духу. И, как я говорил ранее, мы очень ждем поездку в Москву на Чеховский фестиваль в июле этого года. Скажите, Ном, а есть ли разница между израильским театральным зрителем и российским? Да, конечно, есть разница. В России зрители придают очень большое значение по ходу в театр. Для них это событие. Все приходят нарядные, как женщины, так и мужчины. В Израиле это совершенно не так. Люди приходят в театр, как в магазин, могут прийти в сандалях, в шортах. Но когда мы принимаем театр из Москвы или Санкт-Петербурга, мы видим абсолютно другую аудиторию. Люди словно попадают к нам с другой планеты, где живут одни интеллектуалы, которые с большим уважением относятся и к себе, и к окружающему миру. Удивительно, но даже зимой можно встретить хорошо одетых зрителей. Шубы, шарфы, перчатки. Видно, что этот вечер занимает особое место в их жизни. И это не важно, в какой театр они идут, в Большой, МХАТ, имени Маяковского или в Габиму. В России поход в театр – это праздник. В Израиле поход в театр, повторюсь, это скорее как сходить на рынок или в торговый центр. Главное, чтобы спектакль поскорее закончился, чтобы еще можно было успеть съесть какой-нибудь бутерброд в буфете. Но сейчас, за время пандемии, все изменилось, и мы открываем сезон с некоторой опаской. Ведь вся публика будет сидеть в масках, и разрешенная заполняемость всего 75% с обязательными свободными местами между сидящими. Это и есть капсульная система. Кроме того, запрещены антракты, закрыт буфет. То есть все необходимые атрибуты театральной атмосферы, включая так называемые театральные программки, пока недоступны, как прежде. Раньше поход в театр в Москве и даже, наверное, в Тель-Авиве был культурным событием. Повторюсь, можно было пообщаться, перекусить, выпить кофе, купить интересную книгу в фойе. И все это у нас отняла пандемия. Будем надеяться, что временно. Но самое главное у нас все-таки осталось. Это сцена. И уже в ближайшее воскресенье, хотя я уже и не надеялся, что это произойдет так быстро, для всех вакцинированных израильтян станут доступными наши спектакли. Да и не только наши. Благодаря министру культуры Хиле Трупперу все театры Израиля получали значительную поддержку во время пандемии. И все без исключения будут открыты в самое ближайшее время. Генеральный директор театра Абима Ноам Семель, я благодарю вас за интервью и желаю вам удачной премьеры. Большое спасибо. Вы смотрите программу Израиль за неделю. После праздника Песах Израиль разрешил гражданам своей страны вернуться домой. Многие наконец смогут увидеть своих родных, друзей и даже своих кумиров. С нами на связи по скайпу человек Санкт-Петербурга и Тель-Авива, музыкант, певец и актер Максим Леонидов. Здравствуйте, Максим. Шалом. Шалом, шалом. Мы очень рады видеть вас и очень соскучились. Над чем вы сейчас работаете и когда можно будет увидеть вас в Израиле? Ну да, во-первых, спасибо. Во-вторых, намечено несколько концертов. И я так понимаю, что первая ласточка постпандемийная, к счастью, жизнь в Израиле возвращается в привычное русло наконец-то. Будем надеяться, что это уже окончательно. И начинается какая-то концертная жизнь тоже. И я, в общем, на крыльях этих, значит, обновлений жизненных к вам лечу скорее встречаться, играть концерты, потому что я тоже ужасно соскучился. Я бываю каждый год. И, к сожалению, в прошлом году вот не получилось ничего с приездом. Так что очень рад, что в этом году получается. Расскажите, а каким для вас был этот сложный год? Вы знаете, на самом деле, в принципе, он был творческим. Он отличался от всех предыдущих просто малым количеством работы концертной, потому что, сами понимаете, почему. Но времени я не терял. И, во-первых, я онлайн развлекал своих друзей и поклонников, как мог устраивал какие-то домашние посиделки, концерты, песни под гитару. Во-вторых, я записал новый альбом, который вот за этот год был написан. Я снял несколько видео, в том числе, и, как вам известно, песню «Мон Амур» на музыку Хана на Бен-Ари. И еще, значит, одну песню мне удалось, я успел снять, сделать видео-версию. Идет работа над новым театральным проектом. Мы уже начали репетировать, а за этот год неторопливо его дописали. Это новый мюзикл, который будет называться «Я ненавижу Гамлета», и премьера которого намечена на начало следующего сезона в Петербургском театре музыкальной комедии. Так что, в общем, сложа руки не сидел. Вы прожили в Израиле достаточно долгое время. Какие ваши самые любимые места? Ну, смотрите, я вообще… Я тель-Авивский. И даже… Понимаете? То есть, вообще, из этого пижонского Раматавива, где я прожил, в общем, шесть лет. Поэтому я люблю север Тель-Авива, собственно. Хотя не только север. Тель-Авив вообще – это мой любимый город. После Санкт-Петербурга, пожалуй, в моей жизни он занимает второе место, потому что ни в одном другом городе я не прожил плотно такое количество лет. И я его, смею надеяться, хорошо знаю. Хотя, в общем, должен вам сказать, что под конец своего тогдашнего пребывания в стране я знал хорошо, в общем, все дороги, поскольку я исколесил с гитарой в багажнике всю страну вдоль и поперёк от Голландских высот до Красного моря. И я мог приехать, собственно, с закрытыми глазами. Сейчас просто понастроили новых дорог, поэтому, конечно, я путаюсь. Но, вообще, я люблю очень север. Я люблю Кенерет. Я люблю заповедники северные. Я вообще люблю Израиль, что говорить. Мне даже трудно что-то одно выделить. Этот год был непростым для всего человечества. Скажите, а как вы справлялись с окружающим нас хаосом пандемии? Ну, знаете, я живу за городом. И у меня не было необходимости покидать, собственно говоря, дом. У меня тут свой мир и довольно большой участок земли. И летом вообще было хорошо, потому что тут и бассейн, и лес, и парк рядом. Правда, в этом парке меня один раз родная полиция арестовала за прогулку незаконную с собакой. Вот. Но, в общем, я должен сказать, что я не особо переживал. Вообще, в моей жизни редко случаются такие моменты, когда вдруг ничего не надо делать. Можно спокойно сесть, прочесть книги, которые давно собирался, посмотреть фильмы, которые давно хотел. И большую часть, скажем, лета, вот, поздние весны и лета 20-го года я провел очень хорошо. У меня было такое душевное спокойствие. Я, конечно, немножко параноил по поводу как бы не заболеть этой, значит, ковидом. Но все параноили. Знаете, были моменты, когда все мыли бутылки, принесенные банки из магазинов. Сейчас вроде как это такое уж прямо паранойя такая прошла. Вот. Дети были с нами как-то дома. Нет, в общем, я не жалуюсь. На самом деле придумывал себе занятия и очень много гулял. Хорошо было. Спасибо. Удачи вам и здоровья. И поздравляем вас с праздником Песах. Спасибо вам большое. И вас тоже с праздником. Хак Самэ, Хэ, Культура. На сегодня это все. Новая неделя обещает быть не менее насыщенной и интересной. О самых значимых ее событиях мы расскажем вам уже в следующую субботу. Спасибо, что смотрели нас. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok